Продолжаем наш выпуск. Сегодня исполнилось 155 лет со дня рождения великого ученого, переводчика и талантливого публициста Алихана Букихана, организатора первой политической партии нашего народа и председателя автономного национального правительства Аллашорда. В связи с этим президент Касмжумар Тукаев оставил публикацию в социальной сети. Подробнее в следующем сюжете. Исполнилось 155 лет со дня рождения уникальной личности, выдающегося ученого Алихана Букихана. В честь дня рождения талантливого человека президент Касмжумар Тукаев оставил публикацию на своей странице в Твиттер. Сегодня 155 лет со дня рождения исторического деятеля Алихана Букихана. Он великий сын нашего народа, основоположник движения Аллаш. В начале 20 века казахская интеллигенция во главе с Алиханом неустанно работала в национальных интересах. Алиханур Мухаммедулы Букихан родился 5 марта 1866 года в селе номер 7 Токраунской в области Каркаролинского уезда Семипалатинской области. Принадлежал к потомкам казахских чингизидов Туре, которые происходили от старшего сына Чингизхана Джучи. Его дальний предок знаменитый султан Барак. Один из последних казахских ханов Букихан, сын этого султана Барака. От Букия рождается Батыр, от него Мурзатай, от него отец Алихана Анур Мухаммед. Алихан с детства рос умным и смышленым мальчиком. Отец отвез его в Каркаролы и отдал на учебу местному муле. Но маленький Алихан, неудовлетворенный учебой мулы, по собственному желанию переходит в начальную школу города. После его окончания 7 лет учился в школе для казахских детей города Каркаролинска. В 1886 году получил образование 4-летним техникумами в городе Омск. Затем окончил экономический факультет Петербургского лесного института. Несмотря на то, что лесов в Казахстане не так много, он выбрал профессию агронома. Выбор такой специальности в кочевом казахском обществе свидетельствует о высоком уровне Алихана. Это решение, возможно, было принято с мыслью о том, что в будущем народ станет оседлым и займется земледелием. Именно в студенческие годы, активно участвуя в различных движениях, он попал в поле зрения жандармерии и был включен в черный список политически неблагонадежных. Алихан Букихан сдал экзамен на юридический факультет Санкт-Петербургского университета и получил диплом юриста. А после учебы вернулся в город Омск, где работал преподавателем математики в лесохозяйственном училище. В то время входил в редакционную коллегию газеты «Степной край». Принимал активное участие в деятельности Западно-сибирского отделения Русского императорского географического общества. Был членом управляющего комитета данного отдела. С 1905 года является членом Конституционно-демократической партии России. В этом году вместе с Ахмедом Байтурсыновым, Миржакыпом Даулатовичем, Жакыпом Ахбаевым он стал одним из организаторов Каркаролинской петиции, которой подписали 14 500 человек. Осенью этого года ученый-публицист был избран депутатом Первой Государственной Думы от имени Казаха в Семипалатинской области. Однако он не мог участвовать в работе Думы. Дело в том, что по необоснованному обвинению генерал-губернатора на три месяца он был закрыт в Павлодарскую тюрьму. Выйдя оттуда, Алихан Букиханов после распуска Думы приехал в город Выборг и подписал выборгское воззвание, призывавшее к гражданскому неповиновению. За это он был наказан и на три месяца закрыт в Семипалатинскую тюрьму. Наследие Алихана Букиханова состоит из тысячи очерков и статей, посвященных каждой отрасли. Они были опубликованы во всех изданиях России и Казахстана. Сохранились многочисленные записи ученого-исследователя, выдающегося публициста Алихана Букиханова, посвященный экономике, литературоведению, лесоводству, сельскому хозяйству. В 1917 году Алихан Букиханов приступил к созданию первой в истории Казахстана политической организации партии «Алаш», а затем в декабре провозгласил «Алашскую автономию». Было создано правительство «Алаш-Урда». Председателем первого правительства в казахской степи был назначен Алихан Букиханов. В 1920 году автономия «Алаш» всегда распалась, а ее члены подверглись преследованиям. Алихан Букиханов был сослан в Москву, где 10 лет находился под домашним арестом. В то же время он поддерживал связь с представителями «Алаш-Урды», Ахметом Байтурсыновым и Жакипом Дулатовым, которые остались в Казахстане и тогда были заключены в тюрьму. Они отправляли посылки Ахмету Байтурсынову в тюрьму. Теплые вязаные перчатки, носки, одежду и топленое масло. Когда дочь Лиза сказала отцу, что это очень опасно, Алихан ответил ей «Мы больше не принадлежим себе, мы принадлежим истории». После его освобождения из Семиплатинской тюрьмы большевики старались держать Алихана Букиханова как можно вдали от родной страны. Осенью 1922 года Алихан Букихан был депортирован в Москву. В том же году он стал научным сотрудником Центрального издательства при Народном комиссариате по делам национальности города Москвы. С 1926 по 1927 год был научным сотрудником Российской академии наук. 27 сентября 1937 года выдающийся общественный государственный деятель, основавший казахское национально-освободительное движение, ученый Букиханов был казнен в Москве по ложному обвинению. Приговор был приведен в исполнение в тот же день. Он жил очень скромно. Когда его расстреляли, дочери Елизавете и внуку Ескендеру досталась только одна комната в коммунальной квартире Москвы с книгами, фотоальбомом, рядом рукописи и с табакеркой для насыбая. Алихан Букиханов всегда говорил своим родным и близким «Если повезет, мне хватило бы и три оршины родной земли». Однако ни ему, ни его дочери, ни его внуку Ескендиру не суждено было остаться на родной земле. Все они похоронены в Москве. Не зная истории, нельзя судить о будущем. Поэтому люди не должны забывать о великих личностях прошлого.